Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фуберлик без прикраса. Это значит, что впереди вас ждут самые интересные и достоверные отзывы. Поехали! У меня тут целый пакет пустышек. Прям очень-очень много. Есть и новиночки, и много интересного. Будем по порядку все доставать. Но сначала хочу вас поздравить уже с наступившим Новым Годом. Надеюсь, вы его отметили так, как хотели. Все прошло удачно. Пора входить в рабочую колею. Хотя еще не пора. Нет у кого-то целых 9 дней выходных. Проведите их так, чтобы было что вспомнить. Давайте начнем с бытовой химии. Закончилось целых два освежителя воздуха. Водные, безопасные, как для животных, так и для детей. Тропический бриз. Это такая освежающая классика. Не устаревающая, когда хочется именно тропического бриза. Такого чего-нибудь свеженького. Не знаю, при чем тут тропики. Тропики обычно с фруктиками какими-то, да, экзотическими. Просто свежий аромат. Безопасность его еще заключается в том, что здесь есть, кто не знал, вот такая вот кнопка. Одеток. То есть кнопку нажали и распылить его уже нельзя. Поэтому удобно. Особенно, когда дети маленькие. У меня Крис одно время очень любил баловаться. Заходила в ванную и все вокруг. В том числе и себя им обшикивала. Благо у нас все безопасно. Листовой порошок. Любимый формат. Удобно. Занимает мало места. Хорошо отстирывает. Ничего по нему плохого рассказать не могу. 308-43 артикул. Беру по ВИП-программе, потому что так выгоднее. 300 рублей он выходит, по-моему, по ВИП-программе. И ловушки. Брала один раз всего лишь. И повторять как-то желания нет. Потому что у меня нет таких вещей, которые сильно красятся. Ну а класть их в барабан для того, чтобы просто было, ну не знаю, не вижу смысла. Маркетинговый ход, баловство. Конечно, когда стираешь цветные ткани с белыми, но я думаю, так никто не делает. Можно положить, да, действительно съедает краску, действительно съедает краски. Берет на себя много. Но именно вот, когда стираешь чисто цветное белье, кладешь или не кладешь, я разницы не заметила. Краски остаются яркими, все нормально как бы. Да, она выходит грязная, но по белью я разницы никакой не заметила. Поэтому, скорее всего, брать больше не буду. Артикул 308-44. Так, дальше новинка. Порошок корейский уже у меня в пустышках, потому что пересыпала в емкость для порошков. Ну и его практически весь расходовала. В первом каталоге уже, то есть доступно к заказу, артикул 313. В чем отличие от обычных порошков сыпучих в Аберлик? Горная свежесть, альпийские луга, мои любимые. В чем? В том, что здесь есть одушка. Во-первых, аромат достаточно приятный, такой легкий, цветочный. На мокром белье его тоже можно почувствовать, но сухом уже нет. Это во-первых. Во-вторых, как будто здесь в составе есть кондиционер. То есть белье на выходе мягенькое, реально. Не такое, что ты стираешь с кондиционером, но и не такое, что ты стираешь с обычным порошком Фаберлик. То есть разница достаточно ощутимая. Все выходит такое вот хорошенькое, мягенькое. Мне понравился, но сказать, допустим, что он чем-то лучше, чем пластины, и я буду брать теперь только его, нет, не могу. Но и не хуже. То есть отличный порошок. Если вы там не любитель кондиционеров, и у вас очень мягкая вода, то вам вообще зайдет, понравится. Отстирывает хорошо, хотя я тоже не любитель порошков для цветных тканей. Я и Фаберлик никогда его не беру обычный. Я и цветные ткани стираю порошком универсальным. Горная свежесть, альпийские луга. Поэтому вот это точно не повторю для цветных. Дальше едем. Но не потому, что он плохой. Вы поняли, да? Любимый кондиционер – это у нас с вами золотая органа 308-54 артикул. Здесь у нас 30 стирок. Если добавлять дозированно, я иногда побольше лью. Допустим, когда стираю постельное белье и полотенчики, чтобы они были помягче и дольше пахли этим ароматом. Иногда поменьше, смотря, что стираю. А душка невероятно классная. После перевыпуска кто-то писал, они стали пожиже, они не так работают. Ничего подобного. У меня все то же самое. Аромат яркий, насыщенный. Но единственное, я вот говорила, в органе была такая немножко резкость, шипровость. Но именно из флакона на белье нет. И она вот как-то ушла, он немножко помягче что ли стал. А так очень яркая парфюмерная одушка, прям вот какого-то парфюма, любимый кондиционер. Дальше. Вот эти капсулы, парфюм точнее, для стирки, сиреневые. Здесь у нас с вами ягоды и цветочки. Артикул 3847. По аромату понравились меньше всего. Я их больше брать не буду. Желтый у меня на первом месте, зеленый на втором. Этот аромат не то, что он мне неприятен. Вот, кстати, там три штучки осталось. Вот такие вот они. Не то, что он мне неприятен. Но мне те ароматы нравятся больше. Хотя он тоже достаточно насыщенный, ярко выражен. Здесь присутствует какая-то кислинка, которая впоследствии чувствуется и на белье. Кто не понял, как это работает, я тоже сначала не поняла. Я не хочу сказать, что там мне вот это вот необходимо. Мне достаточно кондиционера. Но, тем не менее, по ВИП-программе беру и стираю полотенце и постельное белье, и чехлы всякие. Там от дивана, от груш, кресла. Добавляю вниз барабана. И потом, действительно, при движении. То есть, вот так вот чехол на диван натянут, не чувствуешь. А если вот ты на него ляжешь или возьмешь чехол, вот так потрясешь, то аромат слышен. То же самое с постельным бельем. Вот так вот это работает. Очень интересно, на самом деле. То есть, аромат, который активируется при движении. Прям какой-то вот ноу-хау. Не постоянно пахнет, да, а только при движении. Интересно. Так, едем дальше. Ботаника, шампунь, облепиха, можжевельник. Наконец-то мы его прикончили. Почему наконец-то? Артикул 1273. Это глубокое очищение и увлажнение для жирных волос. У Ботаники есть другой шампунь для жирных волос, очищение. И он лучше. Здесь консистенция кремовая. Такая, знаете, перламутровая. Он густой. Он хорошо пенится, хорошо промывает. Но я не ощущаю от него той свежести, которую я хочу от шампуня для жирных волос. Поэтому это больше вот для нормальных волос, я бы сказала, для нормальных. Хотя все шампуни Ботаника, они такие, знаете, как будто бессиликонистые, не увлажняющие, но сохраняющие объем. Вот я их именно за это люблю. Этот брали по распродаже где-то по сроку годности, помнится мне. Так, дальше. Вот этот вообще фу, не понравился. Медовый шампунь. Из этой серии Алои и Крапива гораздо лучше. Прям фу, еле домыли. Девчонки, полгода, наверное, мыли. 29-20 артикул. Во-первых, мне не нравится вот этот аромат меда. Он прям для меня отвратный, честно. Есть продукция с медом, вот, допустим, в Беройл. Там вот этой одушки нет. Здесь чисто практически натуральный аромат меда, который очень сильно выражен. То есть несколько дней волосы пахнут после помывки. Несколько дней. Я и на себе, и на Ксюшке. И он жирнит еще корни быстро. Поэтому вот этот продукт вообще не понравился. Точно больше не повторю. Но я уверена, кто-то найдется, кто его очень полюбит. Все мы разные, волосы у всех разные. Дальше гель для душа. Вот такой зелененький 3+. Из линейки Lovely Moments. Артикул 2967. Вся эта серия достаточно хорошая. Ничего плохого сказать не могу. Густые, пенятся хорошо. Запах отличный. Все нормально, все замечательно. Прокладки ночные любимые. Прекрасные, замечательные. Лыжи мои. 112,95 артикул. 7 штук в пачке. Огромные. И сзади есть крылышки. Абсолютная защита от протеканий. Классные суперские анионовые чипы. Блокируют запахи. Поэтому все отлично. Чай Bronha. Прекрасный травяной сбор. В артикуле 15669. Здесь математичка, чебрец, ромашка, шалфей, шиповник, корень, солодки. Как кто-то начинает заболевать. Уже и Кристине даже заваривала. Детям себе сразу завариваю. Один пакетик бронха. Два пакетика иммуна на большую кружку. Но детям по одному. И все прекрасно. Все отлично. Прекрасный сбор. Работает на ура. Масочка тканевая. Ну почти тканевая. Она такая у нас грубенькая. Биройл. Наринка. 15,74 артикула. Есть ролик отдельный по этим маскам. Мне не очень понравилось. Скажу честно. У меня было ощущение сухости после этой маски. Я особого эффекта не увидела. Поэтому повторять не буду. А так, если пробовали, вы, конечно, рассказывайте свое мнение. Будет очень интересно почитать. Так, серия Dream Therapy. Здесь у меня закончилось молочко для тела. Крем даже. Вуальд для тела. 26,11 артикул. Очень приятный. Нежный такой крем. Легенький. Но в то же время хорошо увлажняет. А душка, как и у всей линейки, яркая, специфическая. Далеко не всем нравится. Далеко не все ее переваривают. И спрей, которым пользуется у меня Ксюшка постоянно. 25,59 артикул. Распыляет в комнате перед сном. Ей очень нравится. А душка действительно очень яркая. Поэтому надо вот в каком-то продукте попробовать. Если это ваша история, то продолжать брать следующие средства. Кто-то мне написал в комментариях недавно, что вот вы ребенка с детства приучаете, а как она потом будет сама засыпать. И ой, не пишите бред, пожалуйста. Вот, ну не понимаете, ну не пишите бред, не смешите народ. Хотя иногда весело боржать над такими комментариями, что в принципе мы с девочками сделали. Но комминс. Так, дальше. Интимка. Интимочка моя любимая. Вот это. Люблю именно средства. А не геоголинтимной гигиены в артикуле 1640. Гель мне сушит. А это прям идеальное. Соотношение практически не имеет никакой дужки. Невероятное ощущение комфорта, чистоты и легкого увлажнения. Всегда беру и пользуюсь постоянно. Так, здесь у меня мист для лица. И не только. Его можно использовать и для тела, и для волос. В артикуле 0947 океаном. Очень хорошая штука. Знаете, и для волос. Вот они потом какие-то после него рассыпчатые, увлажненные, но не утяжеленные. Вот действительно пробовала перед укладкой. Исключительно вот этот мист наносить на волосы супер. После душа на мокрое тело распределить тоже шикарно. И на лицо как тоник работает великолепно. Причем на круглогодичное применение. Там нет никакого сверхпитания, но есть легкое увлажнение и такой вот базовый уход. Два кетчупа уже съели с того момента, как они появились. Потому что, ну, очень вкусный. Артикул у него тут на дне 15872. Я где-то слышала информацию, что это лимитка. Очень сильно испугалась. Поэтому в следующем заказе возьму с запасом. Да, кто-то вот сказал, что вот это вот серия лимитированной макаронной кетчупа. Почему? Не знаю. Может быть, это и неправда. Состав здесь классный. Здесь нет сахара, здесь акзам. Он вкусный, сладкий. Помидоры черри. Очень вкусный. Люблю. Вот прям самый вкусный для меня кетчуп. Также у меня здесь и макароны. Когда мы снимали с вами видеообзор на них, да, действительно, они у меня разварились. Они не разварились, точнее, они перестояли. Потому что я не варю макароны никогда, я вам уже говорила. Вода закипает вместе с макаронами. Я воду сливаю и оставляю их минут на 15, а потом сливаю воду. То есть в горячей воде. А здесь мы их оставили на плите и ушли гулять благополучно. Но на вкусовых качествах это не сказалось. Макароны есть можно. Макароны достойные. Если их переварить, как любые другие, они развариваются. Если их варить по инструкции 4 минуты. Или если вот, как я делала последний раз, у меня макароны закипели 10 минут, 10-15 минут постояли. Я их слила, они тоже не развариваются. Но если вы их будете варить минут 20, они развариваются. Они действительно развариваются. Они могут стать вот такой вот кашей. Но не совсем то, что от магазина. Все могут вообще разбухнуть. Это не до такой степени. Вкус нормально есть можно. Я не чувствую здесь каких-то круп, которые у меня вызывают отторжение. Практически обычный вкус макарон. Поэтому, да, надо взять еще. Пачка большая, 400 грамм. Да, для меня это большая. Потому что многие производители сейчас уменьшают объем. Ну, посмотрите, какого объема макароны магазинные у вас. Кто-то посмеялся просто в комментариях. Большая пачка 400 грамм. Ха-ха. Да, для нас это большая. Нам полпачки на всю семью из четырех человек хватает. Поэтому вот так вот. Едем дальше. Так, еще один у меня здесь. Мист. Дрим серопи. Шуршунчик я сегодня. Дневной крем-флюид для лица из линейки Коллаген. Очень достойная линейка. 13,81. Каких-то супер-пупер чудес не делает. Но, тем не менее, именно после этой серии моя кожа стала более упругая и толстая, что ли. Вот знаете, как будто хорошо все глубоко проникло. И она такая вот прям упругая. Классная. Кто-то тоже в комментариях писал, что невозможно какими-то средствами сделать кожу упругой. Ну, вам невозможно, нам возможно. Вот. Так что серию советую. Она стоит совершенно недорого. На зиму подойдет. Возможно, хотя нет, ночной крем хорошо питает. Но, возможно, на день вот будет опять маловато питание и возрастной сухой кожи. А так все в ней прекрасно. Ума 1+. Как подмывашку, как гель для душа используем. 27,92. Безопасные составы. Все отлично. Все супер. Мыло. Lovely Moments. Вот такое вот фигурное мыло Зайчик. У меня Крис такие вещи очень любит. Мы не пользуемся твердым мылом. В принципе, я считаю это крайне неудобным. Век технологии, когда есть жидкое мыло и есть различные пенки для рук и так далее, для душа. Но Крис у меня любит. Она берет себе, ставит, берет в ванну, играется. Ей нравится сам процесс, что вот это мыло у нее из рук выскользает. Она его везде там ловит, гогочит и так далее. Поэтому вот исключительно для нее. А так мыло твердое, фаберрик, очень хорошее. 29,44. С приятными нежными одушками. Достойное на самом деле. Так, вот у меня еще один продукт из линейки Collagen. Нашелся родимый. Это у нас с вами сыворотка Бустер. Целых две штуки я их расходовала. Сыворотка Бустер в артикуле 1380. Мне понравилось именно в комплексе применять эту серию. Потому что от сыворотки, даже как самостоятельный продукт, я тоже видела эффект. Все вместе дает прям потрясающий результат. Ламинирующий бальзам из серии. Эксперт. Жидкий шелк. Артикул. 189. Вот очень годный шампунь и бальзам, который не вызвал зуда. Раньше у меня на всю эту серию, кроме черного шампуня, был десчайший зуд кожи головы. И как следствие потом шелушение. А вот эта ламинирующая серия ничего подобного не сделала. И вы знаете, даже один шампунь из этой линейки, он очень круто работает. Волосики разглажены, вес потери объема. Если наносить, конечно, все три средства вкупе, то утяжеление есть. Но кто любит, когда волосы так висят, как сосульки, тому понравится. А я бальзам через раз где-то применяла. А так одним шампунем. И вообще вот огонь. Крайне удачная серия для волос. Советую попробовать, кто для себя еще любимчиков в Фаберлик не нашел. Паста Ума 3 Плюс с бананом. 28,86 артикул. Любимая паста Крис, потому что здесь совершенно нет ментола. Но в то же время очень хорошо очищает зудную маль. Зубки чистит прекрасно. Налет удаляет. Все супер. Вестюша любит и расход пасты у нас прям огромный. Гель очищающий для туалета 7 в 1. Я для себя все-таки решила, что он является моим любимым гелем для очищения туалета. Артикул 302,92. Он такой, знаете, цвет морской волны. Такой вот почти как этикетка зеленоватый. Эти камеры вам делают зеленый. Цвет морской волны. А потом, когда мы смываем, он становится таким синим. То есть резко меняет цвет. Я наношу под водовок везде. Ершиком распределяю. Оставляю хоть на час. Оставляю там сколько надо. А так уже и через несколько минут можно смывать. Все удаляет. Все хорошо. С любыми загрязнениями справляется. Отличный, суперский, мощный. Просто замечательный. Так, ну и на этом все. Мои, хороший ролик буду заканчивать. Ссылка для регистрации в Эверлик, как всегда, под видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok